Да, слава нашему Господу за это время, которое мы снова сегодня имеем. Сегодня, знаете, последний день уходящего года, да? Но есть такой один псалом, да? Скоро я приду за вами, братья, скоро я возьму в свои объятия, скоро я приду за вами, дочери мои, церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место, будем веселиться, петь за праздничным столом, да? Мы этого ждем все. И знаете, сегодня, в эти праздничные дни, мы знаем, да? Что год подходит к концу, и написано так, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Мы знаем, что мы сегодня еще приблизились к этому дню избавления, избавления к этому дню, спасения, да? И да поможет нам Господь, чтобы мы ждали этот день, чтобы этот день не застиг нас внезапно. Знаете, сегодня вроде бы, можно сказать, праздничный день, тема моей проповеди, может быть, как бы не совсем такая, знаете, радостная, торжественная, но я бы сказал так, что тема моей проповеди, надежда есть. У каждого человека в жизни сегодня есть надежда на спасение. Если сегодня, может быть, ты не спасен, у тебя есть время подумать над этим, задуматься над этим, прийти к нашему Господу, попросить у Него прощения и быть в числе спасенных. Знаете, когда ученики ходили по земле, и Христос, Евангелие от Матфея, тут 24 глава, вся глава написана о последнем времени, да? И написано так, ученики спросили Его, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Учеников также интересовал этот вопрос, как и нас сегодня интересуют, какие признаки, да? Ученики спрашивали Его и говорили, какие признаки Твоего пришествия и кончины века? И Христос очень много говорит об этих признаках, и мы видим это все сбывающимися, да? Что будут гонения, будут какие-то волнения по местам, будут землетрясения, глады, моры, войны, да? Очень много Христос перечисляет ученикам своим, и в конце концов Он говорит такие слова, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том и часе никто не знает ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было водниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как водниное пред потопом, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной Ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелюющие в жерновах, один берется, а другой оставляется. «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». Христос сравнивает эти последние дни с временами Ноя. Давайте обратимся к Ветхому Завету и прочитаем в Бытие 6 главе написано так, 9 стихом. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». И вот написано так, что Бог избрал Ноя, да, нашел среди всех сынов человеческих на земле, и нашел, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. И сказал, «И вот я истреблю их земли, сделай себе ковчег из дерева гофер. Сделай себе ковчег». В свое время Бог обратился к Ною и сказал, «Я истреблю народ, живущий на земле. Но сделай себе ковчег». Бог показывает выход человеку, живущему праведно в своей душе, проповеднику правды. Ной не замкнулся в себе. Ной не закрылся и молча строил этот ковчег. Я думаю, что Ной ходил по земле и говорил. Может быть, его спрашивали, и он всем говорил, что покайтесь, исправьте жизнь свою. Но написано только в восьми душах. Спасся последний мир. Но Бог дал выход Ною. Он, Ной построил ковчег. Бог показал ему, чтобы как построить, что сделать. И Ной построил его. Но мы читаем сегодня, если посмотреть на нашу жизнь, да, Христос говорит, как будет в одни Ноя. Ели, пили, женились и выходили замуж. Сегодня люди едят, пьют, женятся, выходят замуж. Мы даже знаем, что скоро у нас тут будет свадьба, да. Брат готовится к свадьбе с сестричкой. Они радуются, они ждут это. И это все нормально. Это будет происходить и дальше. Но написано, и не думали, пока не пришел потоп на землю. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Написано, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Дорогие друзья, есть надежда. Если сегодня я нахожусь не в правильном состоянии пред нашим Господом, сегодня есть надежда на исправление. Итак, бодрствуйте. В другом месте Христос обратился к своим ученикам и сказал, «Бодрствуйте и молитесь, дабы не впасть в искушение». Если сегодня мы с вами не будем бодрствовать и молиться, то мы обязательно попадем в это искушение. И поэтому я хочу обратиться к каждому из нас и к себе в том числе, в первую очередь. Мы должны все бодрствовать и молиться. И хотелось бы призвать всех нас, всех встать на путь бодрствования и молитвы. Потому что не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий за своей церковью. Я думаю, никто бы сегодня не хотел остаться недостойным. Дорогой друг, если сегодня тебя это не касается, и ты сегодня находишься вдалеке от Христа, твое время сегодня задуматься об этом. Твое время сегодня, может быть, обратиться к нашему Господу и сказать, «Господь, прости меня, я хочу оказаться в этом ковчеге». У тебя сегодня есть надежда прийти и получить спасение даром. Если сегодня христианин находится не в правильном положении пред Господом, как это очень часто бывает у нас с вами, и у меня сегодня время поправить свои светильники. Сегодня время встать, бодрствовать и молиться. Знаете, написано так. «Бодрствуйте и молитесь», да, Христос сказал. Дух бодр, плоть женемощна, да, Христос сказал ученикам, как часто у нас с вами получается, или, может быть, только у меня так получается очень часто, наоборот, плоть бодрая, да, а дух немощный. Учеников в то время было наоборот. Плоть немощна, а дух бодр. И Христос им об этом, Христос об этом сказал. Знаете, написано, есть такой псалом, «Птички Божьи, домой собирайтесь, вам котлету настала пора, да, с перышек же вы грязь очищайте, да, чтобы легче лететь в небеса». Давайте, братья и сестры, будем проверять свою жизнь пред Господом, проверять, очищать свои эти перышки от всякого греха, от всякой нечистоты, от всякой грязи, да поможет всем нам Господь. Знаете, написано так, «Потому, говорю, всякий грех и хула простятся человекам». Вы слышите, написано, «Всякий грех». Нет такого, что какой-то грех не простится. Или, может быть, ты сегодня думаешь, что у меня сегодня нет прощения, или Бог меня не простит. Нет такого. «Всякий грех и хула простятся человекам». Написано, только хула, да, на Духа Святого не простится. Но какой бы сегодня человек грех не делал, у него еще есть сегодня надежда. Если ты сегодня грешишь и находишься в грехе, у тебя сегодня есть надежда. Если ты сегодня думаешь, что твой грех невозможно простить, такого ним нету. Такого быть не может. Сам Христос сказал, «Всякий грех и хула простится». То есть, у тебя сегодня есть надежда. Если ты сегодня это слышишь, знай, что для тебя сегодня есть надежда. И я тебе сегодня говорю на основании Священного Писания. То, что у тебя сегодня есть надежда, только приди к Иисусу Христу. Он очистит твое сердце. Он очистит всякий грех. Он очистит все. И нам, братья и сестры, с вами, будучи верующими, нужно также готовиться к встретению нашего Господа. Знаете, в псалмах есть такой псалм, но перед этим я еще скажу одно место. Из Иакова написано, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». И написано еще в другом месте, «Трезвитесь в бодресуте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру». Сегодня, как никогда, лука выходит по этому миру, зная, что его сегодня время приближается к концу, зная, что сегодня приближается время к пришествию Иисуса Христа на эту землю. Он сегодня, как никогда, ходит злой и пытается обольстить сегодня наши с вами души. Он сегодня подходит то с одной стороны, то с другой стороны. Если тебя не берет с этой стороны, он идет с другой стороны, но он не спит и не дремлет. И как часто мы, христиане, как часто я поддаюсь на эти соблазны, будучи не в бодрствующем состоянии. А Христос сегодня обращается к нам и говорит, «Бодрствуйте и трезвитесь». Церковь Божья сегодня легко упасть. Сегодня легко упасть, споткнуться, знаете, но очень трудно сегодня вставать. Очень трудно, но это ни о чем не говорит. Как бы то ни было трудно, есть надежда. Вставай, иди, очищайся и снова иди за Господом. Помни, сила у Господа. Я сам своими силами не силен спастись. Кто бы из нас не был каким сильным, он не бессилен окажется в этом случае. Только помнить нужно сила у нашего Господа. И вот я хочу прочитать в псалмах такое место, знаете, в 50-м псалме, 12-м стихом написано, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Давайте с этими словами мы будем искать нашего Господа, будем приходить к Нему. И, знаете, как бы приближается Новый год. Еще совсем чуть-чуть, еще совсем мало часов осталось, и будет Новый год. Давайте в этом Новом году будем стараться больше искать лица Господня, больше будем бодрствовать и трезвиться, чтобы не впасть в искушение. И с этими словами «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Пусть эти слова будут записаны в нашем сердце. Боже, помоги, чтобы мы помнили об этом всегда. И будем просить и нуждаться «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». С этими словами будем молиться. И- Abu'tald кras Lois за нас в «Сердце чистое голодко»